Добрый день, дорогие родители! Татьяна Давыдова и проект Школы Австралии. Сегодняшний эфир я посвящаю всем родителям младших школьников, особенно 5-6 класс. 6-й, те, которые еще в раздумьях и не знают, как подступиться к выбору старшей школы, high school. Некоторые пакуют чемодан и планируют переезжать под школу их выбора. Ну а те, кто помладше, раздумывают о том, где же купить недвижимость, чтобы она как-то привязывалась к школе, которую они подбирают ребенку. Но это в том случае, если мы хотим сэкономить и отправить ребенка в госшколу. Я считаю, что после пандемии формула выбора high school кардинально поменялась. И, естественно, формула школы существует такая же, как и была. У нас есть госшколы, у нас есть частная школа, у нас есть религиозные школы и альтернативные школы. Но подход к тому, как мы их выбираем, я перекрутила, перевертела. И 3 сентября группе родителей буду предлагать обновленную формулу выбора high school. То есть, что я делаю ежегодно, примерно раз в год, иногда два. Я собираю маленькую группу родителей, максимум 6 семей. И мы вместе идем по таблице, которую я написала заранее, и выбираем школу под конкретный сценарий конкретной семьи, учитывая штат проживания. Конечно же, я даю общий подход, и родители потом дорабатывают свою таблицу после нашей сессии. Но я им показываю путь и все важные критерии, на которые стоит обращать внимание, в зависимости от города, штата до района их проживания, их семьи, их уникальной ситуации и целей. Целей, что я хочу получить в конце. Конец – это 12 класс. Для кого-то это 10 класс. Мы обозначаем цель и от нее идем обратно. Теперь, какие три важные момента я бы выделила для тех, кто не хочет идти по критериям 50 разных или 100. Да, у меня есть таблица из 100 критериев. А вот если взять три штуки, на которые сейчас нужно обращать внимание. В Австралии, именно в Австралии. Эти штуки в моем понимании следующие. Самая большая проблема сейчас в Австралии в госшколах – это дисциплина. То есть я смотрю на то, как школа подходит к тому, чтобы держать всех вот так вот в классе. То есть проблемы, дисциплины, как они решаются, как идет коммуникация с родителями, если что-то случается, какой-то инцидент. И какой процент учитель этой данной школы тратит на то, чтобы угомонить класс. Потому что в среднем у нас это 40% времени урока уходит на дисциплину. Но это среднее число, потому что большинство школ Австралии, они неблагополучными считаются. Вот это первая штука, на которую я бы сейчас обращала внимание. Потому что очень много времени будет тратиться на то, чтобы успокоить какого-то там мальчика или какого-то девочка. Вторая штука – стриминг. Как никогда стал очень важным. Что такое стриминг? В течение пандемии, особенно младшие школьники, кто-то учился онлайн, у кого-то сейчас как эмиграция у нас увеличивается, приезжает больше таких родителей активных, как мы с вами, из других стран тоже. И они развивают своих детей. То есть разница в уровне между детьми огромная. И поэтому школы сейчас очень интенсивно начинают разделять детей по ability levels, то есть умный, средний, не успевающий. Примерно как сейчас на план. И уже с седьмого класса, если раньше это было популярно, девятый, десятый класс, и сейчас это всё уже начинается намного раньше. И поэтому, когда мы выбираем школу, очень важно обратить внимание на то, в каком состоянии в этой школе стриминг. И я не говорю о талантливых и одарённых, да, те классы, на которые вы должны сдавать тесты. Я говорю о внутреннем стриминге, потому что, скажу вам честно, если в школе есть селективный класс, то есть селективный – это тот, в который, чтобы попасть, нужно сдать тест. И в то же время в школе существует параллельный класс, который называется high ability. Они учатся по одной и той же программе, да. Только первые экзамен сдавали, а вторые в школе просто хорошо поучились полгодика, ну, может, в течение седьмого класса, и их на восьмой класс перетусовали и определили вот этот сильный класс. То есть эти дети не сдавали никаких тестов, они просто хорошо учатся. И третья штука, которая, ну, для меня она самая главная, это какое количество pathways, то есть различных путей, предлагает школа после десятого класса. То есть не только вот мы идем и сдаем все ATAR subjects. Вот эта штука осталась до 20-30% детей. А остальным-то что делать? Насколько хорошо школа имеет партнерские отношения с университетами? Потому что в 11-12 классе можно университетский курс уже изучать. Насколько хорошо школа имеет партнерские отношения с тем же TAFE? Сколько предметов и специализаций можно получить, пока ты учишься в школе? Насколько хорошо идет комбинация из general subjects? То есть вот это вот количество различных вариантов, как закончить школу, чтобы получить сертификат о среднем образовании, это третий очень важный фактор. Итак, я повторяю, дисциплина, стриминг, Pathways. Ну а подробнее 3 сентября мы разберем это 2 часа с родителями. Посмотрим на конкретные сценарии, посмотрим на штаты, пройдем по всем болям и страхам. И я отвечу на все возможные вопросы, которые родятся в вашей голове. Поэтому если вы еще мучитесь, как же выбрать школу, как же мне к этому подойти? У меня куча вопросов. Стучитесь прямо сейчас, и еще я вам вдогоночку дам все мои лекции, чтобы вы меня еще и послушали. А все, кто интересуется общими критериями выбора школы High School, свистите в комментариях, я вам вышлю шикарный чек-лист, по которому вы пройдетесь сами и определитесь, какую школу вам выбрать. На сегодня все. Спасибо. Продолжение следует...